Приветствую вас! Я бы хотел немножко поговорить о том, как вы себя чувствуете, о том, как вы себя ощущаете, о том, чего вы хотите. А если мужчина не хочет отношений, но вы при этом хотите его вернуть, то если вы будете его возвращать, это будет, по сути, унижением перед ним. Вы на это готовы? Вы готовы на то, чтобы унижаться перед ним? Вы готовы, чтобы ваша дочь видела, как её мама унижается перед кем-то? Вы готовы, чтобы ваша дочь видела, как её мама выглядит униженной? Да, я видел ваш вопрос предыдущий, где вы пишете про дочь. Вот. Я видел. Знаете, вот. Я понимаю вас. Понимаю, что вам тяжело. Сейчас от моих вас осталась только дочь. Но вы поймите, что сейчас на ваших плечах не только ответственность за свою жизнь, которую вы несёте, а сейчас ответственность за вашего ребёнка. Если вы, имея ребёнка, да, имея ребёнка, думаете не о нём, а о мужчинах, причём о тех, кого вы не волнуете, да, то есть кто вами не интересуется, то ребёнок, можете мне поверить, чувствует себя брошенным. Ребёнок чувствует, что мама его не любит, то есть вы его не любите. Ну вот, собственно, у меня к вам опять же вопрос. Вы считаете, точнее, считаете ли вы, что ваша дочь этого заслуживает? Вряд ли вы считаете, что ваша дочь этого заслуживает. Вряд ли вы считаете, что она заслуживает того, чтобы считать, что её мама её разлюбила. Но именно так вы себя ведёте, когда думаете о других мужчинах. Именно так вы себя ведёте, когда даёте ей вот понять, что вам плохо. То есть нет ничего плохого в том, чтобы донести до неё, что вам тяжело. Но если, знаете, если испытывать тяжесть, испытывать какой-то вот, ну, какой-то дискомфорт, да, это нормально? Нормально, нормально, абсолютно нормально. Чувствовать дискомфорт, это нормально. Вот. То хотеть отношений с, допустим, ну, с мужчинами, да, и хотеть возвращения мужчин, это уже несколько перебор, скажем так. Вот. Ну, перебор, да, потому что так вы себя всё-таки унижаете. Вот. Так вы себя всё-таки принижаете и обесцениваете. Вот. И это, можете мне поверить, это на пользу вашему ребёнку не может идти никаким образом. Никак. Вот. Поэтому я рекомендую вам сейчас сосредоточиться на себе ради ребёнка. Я рекомендую вам сосредоточиться на том, что вы сейчас своему ребёнку очень нужны. Вот. Вот. Что вы у неё одна, да. Вот. И, значит, в первую очередь, что вы заботились о ней. В первую очередь, чтобы вы заботились о ней. Во вторую очередь, то вы заботились о себе. То есть, а вот почему вы не принимаете выбор мужчины, который выбрал быть не с вами? Почему вы не можете принять его выбор? Вот. По какой причине вы не можете принять его выбор? Ведь совершенно очевидно, что человек, человек, ну, решил, да, он решил, он решил, там, грубо говоря, что с вами не будет. Вот. Но вы почему-то в страну хотите его вернуть. Вот. Зачем? Вот. Зачем вы хотите его вернуть? Что он вам должен, должен дать? Что он вам может дать? Такого? Да, вот. Что вы не можете дать сами себе. Вот. Подумайте об этом. Подумайте. Подумайте. Если у вас минутная слабость, да, сейчас. Если вы, допустим, все понимаете, но просто не можете справиться, если вам больно или что-то еще, то просите помощи у людей. Если у вас нет друзей, просите помощи у специалистов. Если у вас, если нет специалистов, обратитесь к религии, к Богу. Вот. Значит, значит, может быть, может быть, может быть, религия и Бог вам не дадут помощи такой вот, какой вам, может быть, хотелось бы, но поддержку вы получите. Вот. А значит, и силы, силы для того, чтобы двигаться дальше тоже. Понимаете? Вот. Это очень важный момент для вас. Если вы ждете, значит, что психологи научат вас возвращать людей, да, допустим, против их воли, то нет. Я могу вас расстроить, что психологи этими вещами не занимаются. Мы уважаем выбор людей, мы уважаем каждого, и мы не можем, значит, возражать людей против их воли. Я вам могу сказать одну вещь, которая, на мой взгляд, может вам помочь. Да? То есть, если это человек, вот, если человек, с которым, с которым вы расстались, да, если этот человек, ну, взрослый достаточно, да, то есть, если вы для него, ну, грубо говоря, имеете какое-то, какое-то значение. Вот. Или имеете, или имели отношение. То не спешите. Не спешите. Он обязательно придет. Он вернется. Если это ваш человек, он вернется. Он никуда не уйдет. Вот. Вот. Дайте ему время. Себе дайте время. Вот. Подумайте, почему вы расстались. Подумайте, из-за чего вы расстались. Подумайте, как получилось так, что вы расстались. Вот. И после этого спокойно спросите себя, чего я хочу. Нет в жизни, в жизни нет ничего такого, вот, ничего такого, что человек не смог бы получить сам, значит, без помощи какого-то конкретного человека. Вот. При помощи нескольких людей? Да. Но для этого, ну, чтобы оказаться в угрожающей ситуации для себя с этой стороны, чтобы оказаться в угрожающей ситуации для себя с этого аспекта, вам нужно остаться одной. А вы, а вы остаться одной, ну, не сможете. Это вот даже при желании невозможно сделать. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Значит, с другой стороны, вы пишите о том, что, значит, вы пишите о том, что все вас считают невыдачницей. Вот. И для меня это, конечно, очень такая интересная история, в том смысле, что, простите, а вам какая разница, кто как вас, кто как вас считает, кто кем вас считает и так далее. Вот. Вам вообще, какая разница, кто что о вас думает. Вы по отношению к себе, вот по отношению к себе самой, да, насколько честны. Вот. И честны ли вы по отношению к себе? Понимаете? Понимаете? Вот это вот действительно то, что важно. Вот. Это действительно то, что по-настоящему важно для вас. Вот. А то, что вы говорите, да, что вот такая история, что у нас все считают невыдачницей. Вот. Это все приходящее. То есть, опять же, ребенок, ваш ребенок, да, опять же, ваш ребенок, он как бы чувствует это все. Вот. Он как бы чувствует и видит это все. Да, он видит, чувствует это все. Вот. И понимает. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы он, ребенок, вырос уверенным в себе, вот, ну, в человек, то я очень рекомендую вам перестать обращать внимание на то, что думают о вас другие люди, другие окружающие люди. Вот. И обратиться поскорее за индивидуальной помощью, потому что все это влияет на ребенка в целом. Вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот вам, в принципе, можно ответить на ваш вопрос. Да? То есть, в общем и целом, понятно, что вам тяжело сейчас, в общем и целом, понятно, что вы сейчас, ну, скорее всего, переживаете. Ну, лучшее времена, да? Понятно. Это все понятно. Вот. Ну, давайте все-таки, значит, с этим разбираться, вот, разбираться с тем, откуда все это у вас взялось, взялось. Да? Вот. Я сейчас открою ваш, значит, профиль, открою ваш первый вопрос. Угу. Значит, первый вопрос вы выдавали 5-го числа, 5-го месяца этого года, то есть почти месяц назад. Как найти силы жить, спрашиваете вы, если сама загнала себя в угол? Ну, соответственно, перестать играть в игру тупик, в психологическую игру тупик, об этом можете почитать в интернете. Теперь все считают недостаточно, и сил не осталось слова совсем. Так, ну, какая разница, кто считает, это понятно, сил не осталось слова совсем. А на что, собственно, вы, силы-то, свои, спрашиваете, то есть, ну, вот, на что вы их спрашиваете, свои силы конкретно? То есть, если они у вас, если у вас их не осталось, не осталось сил, значит, что-то их съедает, ну, ваши силы что-то съедают. Соответственно, я хочу знать, что именно съедает ваши силы, что именно и почему. Вот. То есть, поясните вот эту историю для нас, чтобы мы понимали. Вот. Чтобы, чтобы нам было понятно. Вот. На что у вас уходят силы? Вы говорите, единственное, что меня еще поделает, это маленькая дочь. Вопрос. Вопрос. А дочь, она, как, как вот вообще, она должна вас поддерживать, вы считаете? То есть, вообще-то, это, вы должны ее поддерживать. Знаете, я не люблю слово должен, должен, но в данном случае, вы извините, но это так. Вы должны поддерживать свою дочь, просто еще раз повторяю, да? Дочь, это, это дочь у дочери. Кроме вас, никого больше нет. У вас другие люди есть. Просто вы их еще, может быть, на наш день не встретили и так далее. Вы можете скорректировать свое поведение, свое восприятие, себя там. Вот. Может это сделать. Дочь этого сделать не может. Никак. У меня такие ресурсы нет. Так и что? Ну, вы, вот вы, если, если вы родитель, да, если вы родитель, если вы родитель, да, если, вот, вы стали мамой, то вы ответственны за это, по-моему, не все ответственны за ребенка. Вот. Ребенку нужна какая мама? Счастливая. Если вы своего ребенка любите, вы станете счастливой. Вот. Опять же, вы меня извините, вы не будете задавать бесплатные вопросы на сайте. Да? Вот. Потому что до этого счастливой вы не становитесь. Вы не будете задавать такие вопросы, как найти в себе силы. Потому что, нужно смотреть, что с вами происходит. Вот. Что с вами было, нужно исследовать. Вы либо у нас на ресурсе начнете консультации, начнете консультироваться. Вот. Со специалистами. Либо. Либо. Либо вы, соответственно, будете это делать очным. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть начните, начните что-то делать, да? Вот. Не просто, да, вот спрашивать, а именно что-то делать, начните действовать. Понятно? Вот, а мы, мы, психологи, вам поможем. На этом все, надеюсь, что помог вам, вы не одна, если у вас остальные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.